И мы продолжаем. В декабре петропавловцы получат счета за тепло по новым тарифам, что интересно по сниженным. Новость, конечно, для жителей города хорошая, но некоторые верят в это с трудом. Почему все в Казэнергосбыте пошли себе в убыток, нам рассказали в областном департаменте регулирования естественных монополий. С 1 ноября подешевела услуга за теплоснабжение. Не знаю, не слышала. На 35 тенге, кстати. Как вам такая новость? 35 тенге? Не знаю, не удивляет. За свою квартиру зимой я плачу за тепло чуть больше 9 тысяч, даже не чуть больше, больше 9 тысяч. Но надеюсь, что поменьше будет. А потом даже 2 копейки – это деньги, а 35 тенге. Это же как хорошо, даже очень хорошо. Да так-то мы и справлялись, нам же пенсию добавили, так что все окей, правда. Ну вот я не верю. Сколько людей, столько и мнений. Реакция петропавловцев на новость о снижении тарифов за тепло – тому подтверждение. Если быть точнее, вместо 3185 тенге за гикокалорий стало 3150. Это коснется 70 тысяч потребителей. С чего такая щедрость? Компания через компенсирующий тариф будет возмещать потребителям необоснованно полученный доход в размере 31 миллион тенге. Этот компенсирующий тариф установлен у нас с 1 ноября текущего года по 31 октября 2019 года, то есть на год. Но при этом у нас в компенсирующий тариф два тарифа на два периода до конца текущего года и с 1 января 2019 года. Потому что с нового года будет новый тариф – 3437 тенге за гикокалорий. Это отмечу уже с учетом компенсации, а значит дешевле. Что, конечно же, идет в разрез бух учет у теплоснабжающей компании. Финансовый план севказа «Энергосбыта» нарушила прокурорская проверка. Необоснованный 31 миллион тенге в акционерном обществе получили в течение двух лет. Такая ситуация была и в 2015 году. А вот когда уменьшали тарифы на электричество, в антимонопольном ведомстве уже не помнят. Говорят, такое было очень давно. Кстати, свет и правда стал дешевле. Это инициатива севказа «Энергосбыта». У них уменьшились расходы на передачу электроэнергии. Но разница для потребителя еле заметная. Она не доходит и до одного тенге. Жан Сулута Стемирова, Михаил Казначеев, Желудузбек Ермуканов. Новости МТРК.